Друзья, всем привет! Находимся в BMG Drive. Сегодня у нас состоится наиважнейшая спецоперация по спасению заложников из самолёта. Но, к сожалению, самолёт уже начинает взлёт, а полицейским дали приказ любым способом его остановить. Как это сделать на взлёте, неизвестно. Подставляйте, говорит, всё, что хотите, хоть свои тела. Естественно, сотрудники полиции восприняли это всерьёз и тоже встали для того, чтобы убедить террористов остановиться. Если самолёт взлетит, то всё, мы его потеряли, он улетел в другую страну. Сбивать, соответственно, его никто не будет, потому что там люди. А на начальном взлёте, в принципе, можно и попробовать остановить. И было принято решение попробовать спустить колёса с шасси, друзья. Для этого, конечно же, пришлось вот такие вот шипы задействовать. Я думаю, что их должно быть, в принципе, достаточно для того, чтобы спустить здоровые колёса самолёта. И самолёт уже идёт на взлёт. Более того, друзья, способ, вы сами должны понимать, должен быть наименее безопасным. То есть, чтобы самолёт не развалился, да, у нас в воздухе, либо на земле. Чтобы сохранить его целостность. Это самое главное, потому что там пассажиры, там заложники. И если вы хотите, уважаемые полицейские, награду, то молитесь, чтобы всё прошло удачно. И самолёт идёт на взлёт, друзья. Итак, момент... Ой-ой-ой. Момент взлёт, он просто улетает спокойно. Друзья, ну здесь я уже не рассчитал. Вы же извиняйтесь, здесь я не рассчитал. И вот вам и полиция. Просто помахали руками. Но было красиво, согласитесь. Сейчас, конечно, поближе мы его поставим чуть-чуть. И попробуем это сделать. По сути, друзья, можно сказать, что вы сейчас видели идеальный расклад для террористов. То есть, они успели взлететь. У нас полиция лоханулась жёстко. Естественно, всех поувольняли. Ну а сейчас-то... Давай, самолётик. Ну-ка. Полицейский, надеюсь, у вас всё получится. Он не успеет взлететь в любом случае. И задевает у нас шипы. Итак, есть... Что? Он взлетел или нет? У него переднее шасси всё-таки подлетело. А заднее шасси взорвалось. Да, всё-таки задели. Но при этом самолёт, друзья, успешно покидает аэродром вновь. Я понимаю, что нужно его ещё ближе поставить. Потому что переднее шасси успело подлететь. Прямо сантиметры. Также всё, друзья, осложняется тем, что у нас самолёт достаточно здоровый, тяжёлый. И даже если колёса и проколятся, он наверняка сможет взлететь дальше. То есть, без проблем. И, конечно же, у нас для этого есть разные способы, чтобы его остановить. И, надеюсь, этот способ всё-таки сработает. Итак, у нас самолёт едет. Скорость его составляет сейчас, не знаю сколько, по 250, скорее всего, километров в час. Итак, наезжаем на шипы. Шипы очень здоровые. Размером практически, друзья, с колесо самолёта. И у нас лопаются шасси полностью. Полностью, абсолютно, блин, полицейский, полицейского. Что? Ничего себе. Непонятно было, каким образом сейчас полицейский не пострадал. Сквозь него проехал самолётик. Но, в любом случае, у нас очень серьёзно пострадал самолёт. Одно шасси вообще у нас отвалилось. Получается, я вообще его не вижу. И у нас уже начались проблемы. Большие с самолётом. Есть ли возможность взлететь, неизвестно. Естественно, мы помогать ему не будем. Террористы сейчас пытаются взлететь самостоятельно. И вы знаете, шансы у них есть, конечно. Но уже есть взлёт. Ну-ка. Да, друзья. У них получилось. Пожалуйста. Даже при таких обстоятельствах мы выяснили, что даже шипы при взлёте самолёта помочь не могут. Даже учитывая, что у нас шасси одно отпало вообще. Так, ну давайте тогда уж ради интереса попробуем посадить этот самолёт исключительно на брюхо. У нас, к сожалению, очень серьёзно пострадало одно шасси. Видно даже, как оно там болтается, крутится. Текстура от этого шасси. Так, умение сажать на брюхо. Самое опасное для пилотов это посадить самолёт на брюхо, чтобы никто не пострадал. Очень опасно, но мы справимся. Так, опять деревья. Немножко уходим в сторону. Отличненько. Умеем. Умеем, друзья. Отлично, отлично. Есть. Супер. Супер, я вам скажу. Посадили. Да? Умеем. Могём так, полицейские. Даже до них не доехали. Вот это да. Слушайте, ну здесь уже профессионализм, наверное, да? Даже не пострадал. Шасси прикрутите новый и полетит. Ну что, друзья, раз у нас никак не получилось остановить самолёт с шипами, мы попробуем это сделать железными, стальными, тяжелейшими цепями. Вот сейчас-то по плану должны эти цепи запутаться, да, в шасси. И по идее как-то не дать самолёту взлететь. Итак, у нас большая скорость. Первая цепь пошла. У нас просто проезжает по цепи. Слушайте, ну не совсем круто на самом деле. Думал, будет намного круче и... Ух ты! Сейчас цепи попадёт, нет? Скорее всего по сотруднику. Наверняка цепи сейчас влетит. Или повезёт. Очень сильно повезло сотруднику, потому что как раз на его пути было вот это шасси, которое вы сейчас видите в воздухе. И по идее его должно было раздавить. Но ни цепи, ни шасси его не зацепило. И у нас всё-таки цепи поспособствовали тому, что разрываются колёса, сами по себе, да? И самолёт успешно взлетает. Мы продолжаем взлетать, друзья, что самое интересное. Пожалуйста, самолёт с террористами взлетает. Единственное, у нас страдает только шасси. Остановить мы не можем. Но цепи всё равно делают, по сути, ту же самую работу, что и шипы. И, друзья, у меня возник вопрос, как же всё-таки сделать так, чтобы самолёт остановился? Ведь уничтожение шасси никак не влияет на взлёт. И нужно что-то делать с корпусом, нужно что-то делать с винтами. И у меня появилась идея, друзья. Да, у меня появилась идея, и это кирпичные стенки, которые быстренько полицейские соорудили. По идее, что они должны сделать? Попасть в кирпичи должны в винт. Уничтожить винты. Соответственно, скорее всего, и шасси уничтожим, что поспособствует торможению быстрому. В общем, по плану, самолёт должен затормозить и никуда не полететь. Но здесь, друзья, вот чувствуется мне, что всё-таки попахивает риском. Риском не только для крушения самого самолёта, но и для пассажиров, но и для сотрудников полиции, которые стоят на взлётной полосе, потому что кирпичи сейчас разлетятся, мне кажется, в разные стороны. А самолёт тем временем у нас набирает скорость и происходит столкновение. Блин, они на самом деле не такие... Что? Они уж не такие высокие оказались. Слушайте, самолёт-то здоровый у нас. И опять мы травмируем шасси. Всё, у нас просто его нет, только переднее осталось. Так, и что у нас с сотрудником полиции? Всё время ему достаётся кирпичи, и самолёт летят в его сторону. Будет ли какой-то удар? Может быть, ему опять повезёт? Потому что сегодня он какой-то у нас вообще везунчик. Самолёт, по-моему, взлетает, если не ошибаюсь. То есть, да, шасси, хоть и кирпичи летят, но самолёт взлетает, и сотруднику, вау, над головой прям пролетает. Всё, не задело. Сотрудника не задело, при этом самолёт вновь успешно взлетел. Ну и пусть отпали шасси. Вот раз валяется, вот два. Он-то улетел. Всё, заложники не спасены. Вот в чём проблема. А здесь остаётся только собирать кирпичики. Лишняя работа и увольнение. Всё. Ну что там, летишь самолётик? Летит. Но, мне кажется, ты не взлетишь. 80% что он не взлетит. Почему, друзья? Да потому что эпицентр удара придётся на 8 бетонных стен. Мне кажется, что сейчас будут последствия намного серьёзнее. И всё-таки тебе уже не взлететь. Ровненько приходится удар на эти кирпичики. Сносит так легко. Ну почему? Как же так? Опа, попало всё-таки полицейскому. Несколько кирпичей. Второму тоже попало. И он опять успешно взлетает, друзья. Я не знаю. Всё, я не знаю. Я был уверен на 80%. Посмотрите что. Груда осталась кирпичей. Самолёту всё равно. Он пробил спокойненько бетонные кирпичи. Ну как? Как я должен его остановить, скажите мне? Ему нос не пострадал. Пилоты все живы. Всё замечательно. В чём проблема? Я не понимаю. Да пошёл ты. Просто да пошёл ты, грёбаный самолёт. Сегодня ты точно уже не взлетишь. Ну против металлического, гигантского контейнера. Друзья, всё, остановился. Самолёт успешно остановлен. Ну как? Как? Что? Да ещё взлети. Забирает с собой. Забирает труп. К сожалению, полицейский труп. Давай ещё взлетим. Давай. Может, ты реально взлетишь или нет? А? Не может. Не может взлететь, друзья. Самолёт, к сожалению. Пилоты пытаются направить его вверх. И что? Он взлет... Что? В смысле? Да как? С контейнером? Успешно? Это возможно вообще или нет? Ну как, друзья? Я не знаю. Он летит, он управляется. Всё. У него только переднее шасси, конечно. И ту, по-моему, нет. Я вижу, оно на месте. Я в шоке, честно говоря, друзья. Мы пробили просто контейнер. И с ним летим. Друзья, если бы я такое увидел в первый раз, Я бы назвал дураком человека, который говорит, что самолёт сможет взлететь. Но сейчас у меня есть сомнения в том, что он остановится. Мне кажется, он сможет даже через эти грёбаные три контейнера взлететь. Я ничему не удивляюсь. У меня изначально была идея, что мы повредим переднее шасси, да? И самолёт уткнётся носом в землю и остановится. Размечтался, называется. Размечтался. Итак, три контейнера, друзья. Ну что? Что может пойти не так? Да ничего, всё в порядке. Давай сбивай. Взлетай. Конечно же. Опа. Винты пострадали на этот раз. Но самолётик взлетает. И так у нас... Ух ты! Заденет или нет? Миллиметры. Просто сантиметрики. Отлично. Проезжает мимо полицейского. И у нас заносит. Наконец-то! Причём самолёт не разваливается. И, по-моему, это очень даже хороший вариант. На сатетеле винты у нас занесло в сторону. Слушайте, он прям в дрифт вошёл, заметьте. На другую полосу, да, как будто переходит. Он сейчас реально находится в дрифте. Мы сейчас попробуем с вами, конечно же, всё равно взлететь. То есть, да, тягу вверх, как говорится. Но поможет ли это нам? Нет, бесполезно. Слушайте, идеально... А, хотя бы... Не понял. А где кабина пилота? Чёрт возьми. Я что-то потерялся, по-моему. Да, друзья, кабина у нас осталась вообще в контейнерах. Где-то здесь. Но при этом, я думаю, что это идеальнейший вариант. Мы, наконец-то, с вами остановили этот самолёт. И остановили достаточно плавно. То есть, могли быть разрушения куда хуже. Он мог там перевернуться, разделиться на части, куда-нибудь врезаться в деревья. Но при этом мы его как-то развернули. И да, быстрое торможение. Может, пострадавший есть. Но я думаю, что никто бы не погиб. Это очень здорово. Кроме пилотов, наверняка. Потому что кабина всё-таки отлетела. Также ещё и не пострадали полицейские. Ни один. Поэтому можно смело сказать, что операция успешно завершена. Вы что, ребят? Реально подумали, что мы бы сегодня его не остановили. У меня в любом случае был в запасе план, против которого самолёт никак не пойдёт. Это ракетная установка. Да, это дорого стоит. И даже как-то удивительно для российской полиции. Но надо было срочно остановить преступников. И мы посмотрим, что же сможет сделать ракета. Итак, друзья, нам с вами ни в коем случае нельзя допустить, чтобы самолёт приблизился. Для того, чтобы быстрее ликвидировать пилотов. Я надеюсь, что именно пилоты ликвидируются. Так, направляем сейчас так аккуратненько. Только не на наших полицейских, пожалуйста. Только не на наших полицейских. На самолёт. Отлично. Залп. Ракета пошла. Есть. Слушайте, ну она прям быстрая такая, я вам скажу. Очень даже быстрая. И она почти коснулась. Вот она, красавица летит. Друзья, прямо в пилотов. А у них скорость-то уже достаточно приличная, я вам скажу. 200 километров в час у самолёта. И попадаем прямиком. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я, знаете, я надеялся, что только кабина пилота. Я не подозревал, на самом деле. Нет. Это очень плохой вариант. Предыдущий вариант остановки был, конечно же, лучший. Слава богу, что я не пришёлся сразу к этому варианту с ракетой. Поскольку тогда бы мы просто убили всех. Вот и всё. Действительно, здесь, мне кажется, смерть всех. Посмотрите на эти детали и обломки, которые летят дальше теперь. Обалдеть. Это убийство. Это умышленное убийство террористов и людей. Просто убийство всех. Слушайте, вот эта пушка. А что если самолёт всё-таки взлетел и попробовать взорвать его в воздухе? По сути, друзья, мы с вами сейчас дадим террористам улететь. Они, естественно, посмеются, увидя, как полицейские остались внизу, да? Но они не подозревают, что это за штукенция. Это новейшая разработка российских специалистов. Алё. Всё, полетел. Полетел. Сбил инспектора. Ну что, друзья, пускаем. Давайте дадим ещё немножко возможности ему улететь. Итак, ракета пошла. Есть запах. Ох, какая она мощная, друзья. Какая же она мощная. Итак, встречаем её у самолёта. Где? Летит или нет? Летит. А вдруг промахнётся? А? Летит, летит, летит. Итак, вижу её. Вижу. Есть. Прямое попадание. Блин. Слушайте, в хвост причём. Всё. Самолёт распадается на части, друзья. Причём даже не надо мусор убирать. Всё улетает в море, друзья. Вот такие дела. Так что с этой штукой шутки плохи. Ну, ладненько. Может быть, тогда проэкспериментируем, друзья. У нас есть жигуль на списание. Давно уже пора, я думаю, его на списание, да? И, конечно же, есть желание, так сказать. Давайте прям всё в реальном времени понаблюдаем за этим. Итак, залп. Поехали. Опа. Вау. Красиво. Так, а теперь полицейский. Полицейский, который... Что, что с тобой? Ну-ка, штука, давай-ка на полицейского. Отлично. Уволен. Уволен. Отлично. Хорошо. Хорошо. На списание. Отличненько. Ещё заряд. Так, а что-то как-то низко, по-моему, да, берёт он? Да, не попадает. Слишком, слишком у нас получается низко. Так, давай-ка ещё куда. А, там, а, там у нас лежит тоже полицейский. Давай-ка тоже залп добьём, так сказать. Отличненько. Слушайте, ну что за военные действия какие-то, да, я устроил? И ещё раз добьём машиночку. Слушайте, мне нравится эта штука. Можете, в принципе, друзья, даже писать идеи с ней. Я думаю, можно что-то интересное попридумывать. Ну и кому вообще в целом понравился ролик, то обязательно не забывайте ставить лайк. А я каждого, друзья, из вас благодарю, конечно, за просмотр. Желаю всем удачи. И всем, друзьям, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok